Поехали, поехали, все, 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 хватит обсуждать марксизм, наука. Нужно сопротивляться вторжению армий, но нельзя сопротивляться вторжению идей. Сила великих идей такова, что как их не дискредитируй, как их не запрещай, а интерес к ним будет только расти. Ни при каких условиях не вздумай приближаться к этой магической хрени. А что будет, если я приближусь? В этой штуке злой магический дух, и если он вылезет, нам всем хана. Да, именно так начинается манифест, который сочинили 20-летний доктор философии Карл Маркс и его 28-летний друг Фридрих Энгельс в 1848 году. Тогда, почти 170 лет назад, эти двое были молоды и полны идей. Они считают... Чужих, полны чужих идей. Ну, да ладно. Ну, как бы да. Пытали, что если раньше философы просто объясняли мир, то теперь необходимо изменить его. И надо... Никогда философы не пытались, видимо, изменить мир до этого. Платон ни разу не пытался. Нет, вы не подумайте, что Платон, вот он просто так тираном ездил. Никогда не пытался. Аристотель не пытался изменить мир. Пока существует человеческая глупость, будет существовать коммунизм. Ну, я бы на самом деле не сказал, что коммунизм это самая худшая идеология из всех возможных. Ну, вполне на самом деле... Это может быть даже работает. Многие говорят, что это утопия. Ну, проверить это действительно трудно. Ну, это реально не самое сложное, худшее, что вообще когда-либо существовало. Вот вообще, в принципе. Вопрос, он когда записывал, что-то ел, может быть... Надо признать, им действительно это удалось. Мир изменился. Изменился в том числе под влиянием этих идей, которые принято называть словом марксизм. Ну, позитивизм, он позитивный в том плане, что он науку продвигал во многом. Это философия, которая была крайне комплементарна к науке, и многие сайентисты пользуются терминами... Ну, именно не терминами, а аргументами позитивизма. Ну, это хорошее, в общем-то, такое учение, которое пропагандировало науку. Нормально, это тоже нормально. На мой взгляд, я вообще все позитивно довольно-таки оцениваю. Сегодня мы продолжим разговор о марксизме. Об одном из самых оболганных учений в истории. Мы постараемся докопаться до истины и выяснить, чем же марксизм... Эмпирического опыта за 20 век достаточно много. Но вы понимаете, в чем проблема? Почти весь эмпирический опыт за 20 век строится на довольно-таки авантюристическом подходе непосредственно Ленина, а потом еще хуже Сталина. Потом, все, что потом разрастается дальше, вокруг вот этого вот всего, это то есть вообще почти весь социализм в мире, он разрастается оттуда, вот из этого источника. Вот большая часть всего, что произошло, разрослось из вот этого вот успешного опыта, ну, успешного, успешного на тот момент, на момент 20 века Ленина и Сталина. Причем многие прям учения прямо из сталинизма произошли непосредственно по всему миру тоже, понимаете? И у ленинизма, и у сталинизма имеются элементы фашизма, вот такой вот социализм государственный, большой упор на государственность, такое сложное. Это очень, 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 очень трудно принять за реальный марксизм в некотором смысле. А при том и Ленин, и Сталин, получается, они на базе не великой, сильной, мощной капиталистической страны, у которой был переизбыток ресурсов, а наоборот, на базе себе бедной, русской такой страны, такой вот плохой, как все было плохо, тюрьма народов, начали создавать вот этот социализм, чтобы потом перейти к коммунизму. То есть у них довольно был искаженный марксизм в этом смысле. Эмпирический, и весь эмпирический опыт 20 века строится на вот этой вот проблеме. Непосредственно. Я не то, чтобы большой защитник коммунизма, ну просто ленинизм непосредственно и сталинизм, это такая специфическая штука в целом. Они прям вот взяли и перечеркнули некоторые положения Маркса, ну чтобы просто реализовать свой вот коммунизм непосредственно в России, потому что, ну, видимо, по-другому у них бы и не получилось его никак реализовать. ...вставляется на самом деле, и почему он обладает такой притягательной силой. Но история марксизма... Ну, потому что он левый. Люди не хотят, чтобы они были рабами, они хотят, в общем, чтобы все было хорошо. ...факсизма — это невероятная эпопея не только грандиозных... Ну, то есть и либерализм по этой же причине, в общем-то, доминирует, потому что, ну, демократия и коммунистические разные воззрения, потому что они за народ, по преимуществу. И сейчас время власти народа, по сути. ...достижений, но и колоссальных провалов. Вознесенный до небес в прямом смысле этого слова, затем он был низвергнут в бездну. На этом основании часто делают вывод, что марксизм кончился. Но в масштабах человеческой истории такие выводы делать еще рановато. В начале 4 века какой-нибудь римский патриций, глядя на сытых львов, колизеи тоже мог сказать, христианство кончилось. Но христианство тогда только начиналось. С тех пор прошли века и очень... Какая аналогия точная с христианством, между прочим. Если бы Троцкий был правым, шутка, его бы звали прав Троцкий. Что круче, марксизм или ислам? Вопрос в метафической горилле. На самом деле тут очень похожие истоки. Аврамические религии, во-первых, с их свободой и волей, с одной стороны, а с другой стороны, единство, вот это вот, людей, вообще всех, равенство. Идеи равенства, они, в общем-то, в аврамических религиях присутствуют. И в марксизме тоже. И они не противоречат друг другу. Вот, видимо, метафическая горилла пишет, хотя я на реддите натыкался на марксистов-мусульман. Они действительно не особо противоречат друг другу, чисто вот так вот, идеологически. Ну вот, просто, на самом деле, мусульманину нужно вот вырезать из Карла Маркса вот те вот вещи, которые он плохо писал про религию. И все. И получается рабочий марксизм на базе ислама, или христианства, или иудаизма. Вообще, на базе любой религии. Тем более, это все очень удобно ложиться на мировоззрение христиан, на мусульман. И иудеев, отчасти, тоже. Вот, иудеев, это был бы национал-социализм, скорее всего. Потому что у них сильная национальная, ну, или псевдо-национальная вот эта вот идентичность. Но у них посложнее. Ну, то есть, фишка не в том, чтобы поменять плохой капитализм на хороший. Проблема заключается в том, чтобы применять, ну, например, как у Навального, применять те практики, которые применяются в успешных странах, на базе вот нашей, в общем, страны. И нормально. Типа, у нас не применяются эти практики, но их надо применять. Ну, или, например, посмотрим меритократию Ежи Сармата, великую, потрясающую. Он предлагает, по сути, то же самое сделать. Ну, только пожестче, на самом деле. Как в Сингапуре это было. Применить правильные практики, чтобы вот развивать капитализм, и тогда все будет хорошо. Ну, то есть, убрать вот эту вот плохую, гадкую, как эта штука называется, когда деньги в долг дают, это деньги, да, требуют сейчас. Коррупция, коррупция, коррупцию нужно убрать. Коррупцию и преступность. Вот, изолируем коррупцию и преступность, и все будет уже получше намного. Все. В сути до бесконечности менять шило на мыло. Очень люблю рандомный видеоряд. Вот это во всяких видео таких. У человека 17 тысяч просмотров при этом. А как же дела на левом фланге? Как поживают те, кто предлагают сменить не вывеску, а всю систему? Спрос на левые идеи, особенно на идеи социальной справедливости, в нашем обществе огромен. Хотя бы потому, что невероятными темпами растет социальная несправедливость. Я себя не причисляю ни к каким политическим идеологиям. У меня вроде бы есть какой-то свой околопроект такой, но я его практически не разрабатываю политически. Он у меня в книжке одной изложен, это ортократия, это роман, это вообще проза как бы. Это настолько несерьезно, что это проза. Но там тоже, там, наверное, больше эксперимент, чем та политическая идеология, которую я бы хотел, чтобы она была в мире. Вот. Ну и там, не знаю, несколько есть афоризмов у меня про полиполитию, то есть систему, которая могла бы экспериментально проверять вот эти вот политические режимы различные на их работоспособность. Ну то есть, чтобы не нужно было обязательно какие-то страны завоевывать для этого, не нужно было людей убивать, заставлять их, в общем-то, подчиняться. Как-то это все более организовано, более как-то по-взрослому сделать, и чтобы потом жалоб не было, мол, например, у нас не было спонсорства какого-то. Да, правильно, Петвическая Горилла правильно говорит. Александр за любой политический строй, который не мешает ему вести его философскую деятельность. Все, все верно. И еще лучше, который меня хотя бы не убивает. Да, вот. Вот, вот хотя бы вот так. Вот такой вот минимум. Национал-социалисты по этому критерию не подходят. Сталинисты тоже по этому критерию, к сожалению, не подходят. Какие-нибудь более-менее адекватные марксисты, но, в принципе, могли бы подойти. Здесь вот, ну, их, правда, сейчас очень мало. На вес золота адекватный марксист. Которые люди сталкиваются на каждом шагу. Спрос-то есть, а предложение пока не очень. До недавнего времени все левое, в том числе марксистское, пребывало в состоянии комы. То есть было не то, чтобы совсем мертво, но и жизнью такое состояние не назвать. Казалось, что это конец. Однако в самое последнее время наметилась новая тенденция. Кажется, история совершает очередной виток. Спонтанно по всей стране создаются кружки, где люди по собственной инициативе собираются, чтобы вместе изучать марксистскую литературу. А марксизм вроде не про справедливость, или я ошибаюсь? Ну, в марксизме есть определенные воззрения по поводу этой самой справедливости. И эта справедливость социальная, она основана на равенстве. То есть элементы, они здесь, справедливости есть, безусловно. Ну, и не только, и не только элементы справедливости. Адекватные марксисты, улыбки там, ну, социал-демократы какие-нибудь, хотя они и не марксисты. Ну, позитивно к социал-демократам, в принципе, отношусь. Ну, по крайней мере, они меня не убивают. Уже хорошо. Маркс, Энгельс и дедушка Ленин. Ну, да. Здравствуйте, уважаемые студенты. Мы начинаем семинар по экономике. Тема нашего семинара – Карл Маркс и все его учения. Кто хочет ответить? Можно я? Прошу вас, мой друг. Мы постоянно работали и будем работать. Ведь на нашей жизни капиталисты могут заработать. Мы будем работать. Ведь рифма. Ведь на нашей жизни капиталисты могут заработать. И ведь я рабочий. Я буду много работать. Целую жизнь буду работать, 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 работать. Как робот. Йоу, йоу, йоу. Это вот это, да. Взрослый, взрослый капитал... Марксизм, я вижу, да? Да, замечательно, ребят. То есть они не хотят думать о рабочем классе, и это основная идея. В нашем классе. Ее. Вот так надо делать. Кайл от Макса. Ладно, ладно. Он все-таки не скатился. Нормально. Нормальный рэп. Причем проблема в том, что рэперы, они наоборот любят крутые рифмы делать. Чувак даже по рэпу не вывозит. Не то, что по этим, он просто даже на уровне рэпа не вывозит уже. Рабочий. Работа, работа. Рифмовать. О том, что интерес к марксизму действительно стал быстро расти, свидетельствует количество просмотров марксистских каналов на YouTube. Рост наблюдается на большинстве левых ресурсов. Но на молодежных этот рост особенно впечатляет. Понятное дело, что пока марксистам еще очень далеко до медийных возможностей либералов. Но ведь это только самое начало. Еще вчера практически ничего подобного не было. Но чем марксизм может привлечь современную молодежь? Ну хотя бы тем, что именно марксизм предлагает логичную, целостную и научно обоснованную картину социальной реальности. Во. Научно обоснованная картина социальной реальности. Я надеюсь, мы сейчас увидим обоснование. Потому что марксизм это наука. А наука, как известно, это сила. Но с чего мы взяли? Так, если это все, то не очень убедительно. А лишь приветствую. Взяли, что марксизм это и в самом деле наука. Может быть марксисты ошибаются или просто врут. Марксизм это наука, что вы мне тут толкаете? И в самом деле, в массовом сознании марксизм больше ассоциируется не с наукой, а с идеологией. И для марксистов это тоже проблема. Дело в том, что сами Маркс и Энгельс не считали свое учение идеологией. Напротив, они пытались создать прямую... Там про критерии... О, вот это важно. Если они все-таки найдут возможность как-то вот... Да нет, они не работают по критерию Поппера. Вот в чем проблема. Ну, блин. Если бы они работали по критерию Поппера, все. Марксизм, он как бы уже не рассматривается в рамках научных течений. Ввиду того, что его уже опытно опровергли. Уже много раз непосредственно. Ну, вот это уже было. Если бы марксизм базировался на Поппере, ну, все, до свидания. Ну, по крайней мере, пришлось бы его сильно менять. Валевская пишет. Кстати, да. Чем объяснить зумерский трет ненавидеть совок? Лучше бы играми на компик интересовались. Ну, много социалистов сейчас, наверное, развелось. И, наоборот, людей, которые не любят коммунистические всевозможные воззрения. Тем более, коммунисты, они в невыгодном положении, особенно русские. История просто 20 века, она довольно жесткая. Давайте, да, ускорим. История 20 века, она, в принципе, довольно жесткая. И очень много различных способов вот этих самых советских замечательных деятелей, так или иначе, подколоть. То есть, аргументов против Советского Союза, ну, вот столько. Вот, вот, прям вот, вот, захлебнуться можно, не знаю. 700 тысяч людей там расстреляли. За один период небольшой просто. Ну, нормально, бывает. И так далее, и так далее, и так далее. Не знаю, операция «Снежок» тоже. Когда, в общем-то, после Второй мировой войны, армию заставили русскую, ну, нашу советскую армию, там, в общем-то, имитировать бой на фоне взрывающейся ядерной ракеты, например. Ахуеть просто! Ну, это отличная идея после Второй мировой войны, как бы. Лучшее времяпрепровождение. Метафизическая горилла. Как я понял, для марксистов опыт 20 века — это лишь один виток истории на пути к торжеству коммунизма. Да я вообще, в принципе, согласен, что можно не принимать весь этот опыт, вот как вот некую квинтэссенцию, некий абсолют. Но просто по критерию Поппера, ну, скорее всего, марксизм несколько раз уже не прошел подряд, и в рамках научных гипотез его бы рассматривать, ну, просто уже бы не стали. Если бы он был реальной наукой, его научно кто-то бы рассматривал. Вот. Вот, к сожалению, это вот так тоже. С этим тоже, ну, трудно как-то вот поместить марксизм в науку. И сам Поппер туда марксизм не помещал. То есть основатель самого критерия марксистов вывел за пределы этого критерия. Противоположность идеологии, можно сказать, антиидеологию. Все идеологии они называли ложными представлениями или иллюзиями, а любым иллюзиям они противопоставляли научный метод. Но как это часто бывает, практика внесла свои коррективы. Дело в том, что марксизм – это не какое-то отвлеченное учение. Главный вопрос марксизма – это преобразование общества. А все, что касается преобразования общества, это уже политика. А вот политика, в свою очередь, не может обойтись без влияния на массовое сознание, то есть без идеологии. И тут уж никуда не денешься. Хочешь влиять на общество, тебе придется объяснить, что к чему и куда мы все идем. Это и есть идеология, и без нее в политике никак. Основания для идеологии могут быть самые разные. Хорошо, если таким основанием является наука, но на протяжении тысяч... Философия не является гуманитарной дисциплиной. Марксизм тоже не является гуманитарным в целом, уважаемые. Это прежде всего диалектическая логика, которая претендует на такой мировой порядок, между прочим. Это не имеет никакого отношения прямого к человеку как таковому, к его душе, духу, к производным этого духа. То есть это точно не гуманитарная дисциплина. Здесь выходит за пределы гуманитарщины вообще очень далеко. Также разбираются в рамках марксизма непосредственно многочисленные тома различных естественно-научных текстов. И вот к этим самым, в общем-то, естественно-научным фактам многочисленным марксисты пытаются привязать законы диалектики. То есть если вы думаете, что это гуманитарщина, нет, это не гуманитарщина, это совершенно другой род занятий. В принципе, другой род занятий. Гуманитарщина это читать Достоевского, например, и пытаться его трактовать с помощью таких вот германифтических методик, например. Это чистая гуманитарщина. Есть общественные науки. Общественные науки это уже вот там политика, история, что-нибудь вот такое вот уже, то, что не опирается на духовный опыт какого-нибудь там одного человека, нескольких. Критерий гуманитарной науки это метод. Метод гуманитарной науки. Метод гуманитарной науки это тот метод, который направлен на какие-то единичные события, например, на произведение искусства. Произведение искусств, изучение произведения искусств, например. Это такой показатель. Самая вот эта вот гуманитарщина. И самое вот такое вот гиперболизированное, это то, что следует называть гуманитарной наукой, ввиду того, что он вот изначально, это так и называлось, стадия гуманитарис, например, то, чем занимались непосредственно в эпоху Возрождения, когда они открывали греческие тексты, с вдохновением их читали, а потом наслаждались этим и думали, какой же человек все-таки великий. Да, человек это на самом деле микрокосмы, и рассуждали о том, какой великий человек. Вот-вот оттуда пошли гуманитарные науки, и в итоге вот спектр дисциплин, разрастающихся из вот этого вот всего, это и есть гуманитарные науки, спектр гуманитарных наук. Общественные науки это немножко другое, у них и другой метод, иногда даже это в социологии, это статистика, например, просто математикой люди занимаются. А история занимается... с историей сложно. С историей дело обстоит сложно, но это тоже преимущественно общественная наука. Тем более она иногда касается различных законов. А еще, ну то есть, а философия, она вообще гуманитарии, ну, она включает в себя гуманитарию, потому что она разрабатывала ее методы, конечно же. И в 20 веке философия по преимуществу занималась гуманитарными вопросами, это тоже было бы верно. Но до 20 века большая часть философских учений практически не затрагивала гуманитарной тематики. Это иногда была натурфилософия, логика, теория познания. Это все не является гуманитарными дисциплинами, ну вот вообще никак. Это не по предмету не гуманитария, это не по методу не является гуманитарной наукой. Ну то есть вообще гуманитарии долгое время философия имела довольно-таки косвенное отношение. Да, иногда занимались эти самые философы тоже и гуманитарными проблемами, но между делом, основной специальностью философа, основными вопросами стали гуманитарные, но только где-то в 20 веке. И Маркс не из тех философов, для которого гуманитарные вопросы были очень влиятельны. Вот в чем дело. То есть в принципе у него метанаучная такая вот концепция, поскольку, ну не столько даже у Маркса, у его последователей во многом тоже, потому что у Ленина, у Ленина колоссальные такие вот тома, вот эти вот все громадные ленинские тома, там во многом пересказы различных научных теорий и попытка трактовать эти самые теории, взгляды, открытия, факты с помощью диалектики. Да, правильно, философию можно применить к любой науке, в этом все и дело. Поэтому она в принципе сама не является наукой, ни по методу, ни по предмету. У нее нет предмета и метода вообще единого, у философии просто его нет, вообще, вообще нет. Она может любые методы и предметы предлагать в итоге для исследования. В том числе гуманитарные, естественно научные, точные, но поскольку логика это философская дисциплина с одной стороны, а с другой стороны точная. Представляете себе тоже какой такой парадокс получается? Очень сложная здесь ситуация с философией, и она всегда была сложной. И с марксизмом тоже получается, как следствие. Но тут еще можно спорить о том, что возникло раньше. Такая вот теоретическая абстрактная математика или абстрактная логика высказываний, и как они вместе там развивались и не развивались. То есть на протяжении античности логика и математика, они просто параллельно развивались, но очень мало взаимодействовали с друг с другом. Просто математика развивалась у платоников, а логика у перепатетиков и стоиков. И было такое вот разделение, и небольшая бездна между ними все-таки была. Вместо критического анализа, реальных исследований, поиска истины, начинается поиск враждебных элементов, обвинения в оппортунизме, реформизме, уклонизме. А учение больше не развивается. Оно превращается в набор лозунгов и мертвых цитат. К сожалению, в конце концов это произошло из советской идеологии, которая выродилась в нечто невероятно примитивное и скучное. Это было все что угодно, но только не марксизм. Она изначально не была чистым марксизмом. Такие чиновники от идеологии нанесли марксизму удар во сто крат более страшный, чем... Ну то есть у Ленина действительно был очень смелый план, особенно по меркам марксизма. На базе России, в общем-то, построить коммунистическое общество. Очень смело. Это очень смело. Ну вот, ну получилось, вот что получилось. Чем вся пропаганда Запада. И главное, мы все знаем, к чему это привело. В 90-х либералы просто довершили начатое. В результате вот чем стал марксизм в сознании массового обывателя. То есть марксизм — это великое учение о зависти человеческой? Смотрите, Карл Маркс сидит непосредственно и хлопает в ладоши, поддерживает. Взять все, да и поделить. Я и думал. Ну как же нам... Ладно, круто. Из собачьего сердца, в общем-то, из фильма. Но фильм, он основывается на книге, которая написана в Советском Союзе. Это, видимо, уже либералы придумали. А вы часто сталкиваетесь в своей работе, учебе с математикой, математическим методом? Я отчасти пользуюсь сам математическими методиками. И у меня развиваю... Я развиваю учение, которое называется философская комбинаторика. И эта философская комбинаторика отчасти базируется непосредственно на той самой математической комбинаторике. Философия может все методы использовать. Вот вообще все. И в том числе математические. Но в 20 веке вот это вот начинает встречаться значительно реже. Ну, ввиду того, что... Да, да, либералы 90-х. Это действительно смешно. Когда приводят фильм не 90-х годов, во-первых. И фильм, снятый по книге, который тоже написан, но далеко не в 90-е годы. Нам теперь избежать прежних ошибок. Каким должен быть современный марксизм? Ну, исходя из печального опыта, в первую очередь надо отказаться от любого догматизма, в том числе излишней любви к авторитетным цитатам. Нет, это не значит, что цитировать вовсе не надо. Это значит, что никакое авторитетное мнение не может быть использовано в качестве доказательства. Доказательство может быть основано только на фактах и логике, а не на чужом авторитете. И в этом нет... Какой логики? Сейчас будет вопрос, какой логики? Формальной аристотелевской логики, такой неформальной логики, диалектической логики. Выбирайте правильный ответ, друзья, пока мы играем в игру, кто хочет стать пролетарием. Миллион не будет. Ничего принципиально нового. Именно так начинали сами Маркс и Энгельс. Сомнения в авторитетах и с радикальной критикой. Примечательно, что самая первая совместная работа... Да, начинали сомнения в авторитетах. Ну, то есть, они взяли у Гегеля сначала диалектику. Потом взяли социалистические концепции, некоторые недавнего такого прошлого. Там сенсимонизм, еще какие-то три, в общем-то, концепции они взяли. Я уже толком не помню. И политэкономию тоже. Мастера сомнения. Да, это у нас игра сегодня. Кто хочет стать работником завода, друзья? Угадайте, угадайте один из трех пунктов. Как только угадаете, я отправляю вас на завод. Называлось святое семейство или критика критической критики? Критика критической критики. Будь в те времена интернет и соцсети, это выглядело бы как самый настоящий троллинг. Да, собственно, это и был троллинг, просто средствами того времени. Так может быть, нынешний срач на марксистских пабликах это и есть возвращение к корням? Марксистский фундаментализм, так сказать? Детель Мэри, у вас совсем плохо чувство юмора. Это жутко было. Но если серьезно, чтобы о чем-то спорить или что-то критиковать, надо прежде это что-то узнать. А как же это что-то узнать? Как подступиться к этому самому марксизму? Там микромарксизм, в общем, ребят. Там будет микромарксизм, и они будут его изучать, я полагаю. Можно вот так, например. Для начала необходимо прочесть Маркса и Энгельса. Собрать... Блин. Слушайте, ребят, это смешное видео. Ранее сочинение в 50 томах. Потом приблизительно столько же томов Ленина, это, так сказать, самый минимум. Все, ребят, короче, непонятно, да? Чтобы хоть чуть-чуть к этому приблизиться, надо прочесть все, всего Маркса. Я, кстати, читал «Капитал», «Капитал» читал, но, правда, уже очень давно. Потом читал различные тексты Энгельса, но потому что у Энгельса тексты, ну, вот так вот получилось интереснее, чем у Маркса. Диалектический идеализм, хороший, в принципе, текст. Критика Дюринга отличный. В общем, тексты, посвященные критике Дюринга, как там, анти-Дюринг, да, это называется. Вообще, в целом, работы Энгельса мне они больше нравятся, чем у Ленина. То есть, они так почему-то разделились, и Энгельс больше в философии стал заниматься философскими вопросами, философской критикой. А Маркс больше вот так вот по экономике начал, вот, угорать. Имейте в виду, что, прочитав «Капитал Маркса» в четырех томах, вскоре вы узнаете, что, как бы ни старались, вы не смогли его вполне... А, ген марксизм, да, видимо, там реально ген марксизм. Дело в том, что Владимир... Вот, это ДНК марксизма, оно из всех текстов состоит. Ленин, как ты написал? Нельзя вполне понять «Капитала Маркса», особенно его первой главы, не простудировав и не понят... Ну, это не бред сумасшедших, уважаемые, это не бред сумасшедших. Это действительно такие приличные философские работы. Ну, честно говоря, это действительно колоссальная, причем именно графомания. В некотором случае можно сказать, что это графомания, потому что там много текстов, посвященных тем проблемам, в которых авторы, в принципе, особо не специализировались. И, по сути, они переписывали большое количество информации и просто трактовали его с точки зрения марксизма. Это очень большая и такая вот нудная работа была ими проведена. И Ленинам тоже, кстати, между прочим, Ленин в данном случае повторяет своих кумиров. Все это читать не имеет смысла ни в коем случае. Ну, надо читать ядро учения, так или иначе, пытаться его вычленить хотя бы. Поэтому надо брать более такие важные тексты. Ну, манифест коммунистической партии, конечно, его один... Один, не стоит читать, ну, Капитал, Манифест, не знаю, тексты Энгельса, посвященные философии. Почему бы и нет? ...все логики Гегеля. Правда, это была всего лишь пометка на полях, без каких-либо пояснений. Но Ленин не стал бы писать что-то просто так, и поэтому читаем и штудируем науку логики. Но где гарантия, что вы вполне поймете науку логики, не прочитав остального Гегеля в 14 томах? Сейчас, подождите секунду. Потише, пожалуйста. Сейчас, я вернулся. Однако не надейте... Да, давайте Гегеля в 14 томах, потом Фихте, еще Шеллинг желательно почитать, потому что они с Гегелем взаимодействовали. Еще лучше все тексты Канта давайте почитаем, все тексты Канта. А чтобы прочитать Канта, нужно прочитать Юма. А чтобы прочитать Юма, нужно читать, в общем-то, других эмпирических мыслителей Англии. А для этого нужно прочитать, ну, хотя бы, ну, не знаю, кого. Давайте Лока прочитаем. Ну, как минимум, минимум Лока нужно прочитать. И минимум нужно прочитать Фрэнсиса Бэкона. А чтобы понять Фрэнсиса Бэкона, нужно прочитать непосредственно средневековых мыслителей. Средневековых мыслителей, которые разрабатывали эмпиризм. Это Роджер Бекон, это, не знаю, Брад Вардин и так далее, и так далее, и так далее. Да, за мной марксисты уже пришли, действительно. А чтобы понять этих мыслителей, нужно уже перепатетиков читать. Вот. Здесь отделаться только Гегелем. Известно, что одной из трех составных систем источников марксизма является немецкая классическая философия. Вся немецкая классическая философия. А еще французский утопитель. Да, ну понятно, отлично. Я предсказал, что нам будут советовать. Социализм и английская политическая экономия. И это мы только подступили к классическому марксизму. А ведь есть еще марксизм не классический. Неомарксизм, постмарксизм и куча хрен знает чего еще. Но минуточку, марксизм это вроде как пролетарское учение, которое также принято называть философией практики. Но если все время только читать, то до практики можно и не дожить. Нет, читать-то, конечно, надо, и чем больше, тем лучше. И мы не предлагаем заменить чтение видеороликами. Ну, кстати, есть много клевых неомарксистов. Ну, то есть, там, франкфуртская школа, вроде они, в принципе, норм. Ну, они нормы. То есть, я не за марксизм, но они проводили многие интересные исследования. А Сартер тоже отчасти был марксистом. Ну, по сути. Но при этом он внес вклад в философию тоже хорошо. Ну, Эрик Фром, например, я не знаю, что с ним делать. С Эриком Фромом, например. Я не считаю его сильным психоаналитиком. Ну, плевать, может быть. Может, многие считают, пусть будет. Но чтение и даже студирование огромного количества литературы само по себе не гарантируют правильного понимания. И высшее образование, и научная степень, к сожалению, тоже. Новая хронология позволила восстановить подлинную дату гибели Помпеи. Первая половина 17 века. Иван Грозный, это не один человек, а четыре человека. По-видимому, да. Гомер не жил в античности, он жил в средние века. Блин, клёво. Да, не нужно резать буржуев, друзья, ни в коем случае. Да, конечно. Потому что я собираюсь стать буржуевым. Не надо, пожалуйста. Да, конечно. Некоторые персонажи достигают такого уровня... Жижик связан с марксизмом напрямую, но, в принципе, его защищает, да. Не знаю, насколько он неомарксист, но марксистские элементы у него прям прут, и он защищает марксизм. Да, да, Жижик такой вот интересный персонаж. Вообще, такой фрейдомарксизм, вот такое слияние, оно почему-то вообще прижилось в истории и философии в целом. Диати, что невольно приходит нововосточная мудрость. Осёл, нагруженный книгами, немногим отличается от осла, нагруженного дровами. А, ну то есть не надо читать. К сожалению, у марксистов эта поговорка касается не в меньшей степени, чем всех остальных. А изучать марксизм можно так же, как это принято в остальной науке. Более экономичным способом. Их чтению подходить осмысленно. Ведь по одному из определений наука это наиболее экономичное описание действительности. Чтобы получить верное представление о классической физике, не обязательно читать все труды... Клёво, берём просто рандомную цитату и норм. Ребята, заделим, ну, какая бы глупость вам в голову не пришла, её можно подтвердить цитатой из истории и философии. Любой, рандомной, и это может так работать. Клёво. ...на Галилея и Кеплера. Главное, понять общие принципы, а в детали можно погрузиться и позже. Так будет проще, правильнее и эффективнее. Но есть один вопрос, на который стоит ответить прежде, чем двигаться дальше. А зачем это вообще нужно? Что нам может дать марксизм? Что нам может дать марксизм? А что нам может дать азбука? Дело в том, что без знания основ марксизма невозможно даже обсуждать новые темы. Чувакам, мне кажется, шизофазия, друзья. Ну, на самом деле он, вероятно, подразумевает бритву Акама. То есть в науках самый короткий способ объяснения той или иной совокупности фактов считается автоматически верным. Желательно считать такое вот объяснение автоматически верным, являющееся при этом самым простым. Ну, допустим, у нас имеется там, не знаю, три тысячи фактов по поводу, не знаю, небес. Мы считаем, вот мы наблюдаем за небесами в телескоп, смотрим там, что происходит, как это все происходит и пытаемся вывести естественные законы. Чтобы вывести эти естественные законы, мы опираемся на некоторые философские принципы. Один из этих принципов бритва Акама. Он не всегда доминирующий, не всегда им пользуется, конечно же, но на него пытаются ориентироваться. И вот это вот и есть самый простой способ объяснения всех существующих фактов. Это, по сути, то, на что по преимуществу наука ориентируется. Ну, по крайней мере, наверное, должна ориентироваться, потому что бритва, она постоянно везде прописывается. Ну, вот, наверное, она должна бы на это ориентироваться. Потому что объяснений тем или иным фактам может быть бесконечное множество, практически ничем не ограниченное. И если мы хотим выбрать какую-то более-менее терпимую теорию, надо... Присутствует в общественных науках уже на уровне языка, на уровне основных понятий. По какому-то принципу, в общем, надо выбрать эту теорию. Так что, если не хотите выглядеть идиотами, учите марксизм. Но тут вы можете спросить. Какие ваши доказательства? Ах да, доказательства. Я утверждаю, что содержимое этого черного ящика очень ценное и полезное. Но вы не можете в этом убедиться, пока ящик закрыт. Чтобы убедиться в том, что марксизм это классная штука, или напротив, полная лажа. Все же придется хотя бы начать ознакомление с предметом. Дело на самом деле не в той апатии, которую он голосом выдает. Проблема в том, что он говорит. Ну тогда... С чем делать абсолютный... Начнем. И начнем мы с авторитетного мнения. Но мы же договорились, что никакое авторитетное мнение нельзя использовать в качестве доказательства. Все верно, в качестве доказательства нельзя. А как повод для размышления очень даже можно. Тем более, это будет мнение, так сказать, с противоположной стороны. Я имею в виду весьма известного противника марксизма, а именно философа и социолога Карла Поппера. Так что же говорил по поводу марксизма один из его злейших критиков? Ну, например, вот это. Ну, не то, чтобы злейших. Ну, ладно, наверное, злейших, но... Ну, не очень злейший критик. В открытом обществе, да, критиковал. Ну, вот как раз открытое общество его враги, действительно. А вот уже в текстах, посвященных фальсификационизму, там поменьше критики. Ну, там просто, среди прочего, упоминается марксизм. Кстати, там упоминается и психоанализ. Может, они на этой базе соединились? Потому что обе не считаются науками дисциплины и психоанализа, и марксизм. И они решили объединиться против одного врага. Возвращение к домарксистской общественной науке уже немыслимо. Все современные исследователи проблем социальной философии обязаны Марксу, даже если они этого не осознают. Или вот еще. Дебаты сможете посмотреть завтра, я завтра отдыхаю. В смысле, я работаю завтра, то есть я буду не здесь, я буду работать. Знать его искренность. Широта кругозора, чувство фактов. Широта кругозора, чувство фактов, недоверие к пустой и особенно морализующей болтовне сделали Маркса одним из наиболее влиятельных в мире борцов против лицемерия и фарисейства. Ну, какая разница, ну, за, против. Нет никаких естественных прав, друзья. Недоверие к пустой и особенно... Вы их сами придумываете, все. Морализирующими. Может, они и нужны, и не нужны, но их физически нет, вы их потрогать не можете. Все. Болтовне сделали Маркса одним из наиболее влиятельных в мире борцов против... Я разрешил этот спор, остаемся здесь, друзья. Карл Поппер. ...забавно, что это слова не друга, а противника. Но мы упомянули Карла Поппера не столько ради этих цитат, сколько из-за так называемого критерия демаркации. Дело в том, что Карл Поппер предложил метод, как науку отличить от всего остального. По мнению Поппера, в любой научной теории должно содержаться такое условие, неисполнение которого ведет к краху всей теории. Если такого условия не существует, то теория не может считаться научной. Например, чтобы опровергнуть теорию о том, что все лиственные деревья зимой теряют листву, нет необходимости проверять все миллиарды деревьев. Это не теория. И не обязательно верифицировать всех лебедей, чтобы доказать, что не все лебеди белые. Это не теория. Достаточно всего лишь одного дерева, сохранившего зимой листву, или хотя бы одного небелого лебедя, чтобы опровергнуть всю теорию. Кстати, леб... Это не теория, он перечислил. То есть, теории касаются определенных вещей, которые невозможно наблюдать и подтвердить непосредственно. Ну, то есть, физических законов, например. Вы не видите физический закон, вы не видите там силу притяжения никакой. Вот там, не знаю, шапка у меня в руках, она падает вниз. Вы видите, что она падает, но вы не видите, что ее тянет вниз, что у вас здесь... Может, шапки вообще в принципе нет, может, у вас иллюзии, глюки какие-то. Может, я с вами не знаю, что происходит. Вот эта теория, то, что объясняет падение шапки, это теория. А то, почему, не знаю, что есть там, не знаю, белые голуби и черные голуби, это никакая не теория, это просто опытные факты, которые мы можем обнаружить в мире, в действительности. Но научные теории тоже так не особо строятся, по такой схеме они не строятся особенно даже. Лебеди в самом деле считались исключительно белыми, пока в Австралии не обнаружили, что лебеди бывают еще и черные. Но так дело обстоит с научными теориями. А вот ненаучные теории не опровергаемы в принципе. Казалось бы, что может быть проще, чем опровергнуть теорию плоской Земли? Но не тут-то было. В рамках самой теории ее невозможно опровергнуть. Все, что ей может противоречить, сразу объявляется фейком. Похожая ситуация с пророчествами о конце света. Последняя нашумевшая несовершая... Фактически можно опровергнуть факт, ну не факт или не факт, вот с плоской Землей. Да, все действительно будет объявляться фейком, но можно, можно в теории отправить человека, который верит в плоскую Землю, в космос. Он, конечно, может придумать тоже очень сложное объяснение, но... Это будет действенно. Для многих будет действенно. Но вот все-таки теория заговора... ...свершилось в 2012 году. Не свершилось, значит, опровергнуто? Да нисколько. Мы не учли такой важный фактор, как усердные молитвы праведников, благодаря которым конец света был перенесен на более позднюю дату. Так вот... Да, ты докажи, что не алл. ...все такие теории нефальсифицируемы, и, следовательно, ненаучны, по крайней мере, по Попперу. Неудивительно, что критерий Поппера стал очень популярен среди научпопа, и особенно у борцов со всякого рода псевдонаучными теориями. Не прошел тест Поппера? Катись вон из нашей науки. Ты можешь выйти. Проблема заключается в том, что сейчас критерий Поппера работает внутри научного механизма. Если во времена науки Карла Маркса может быть действительно ничего подобного и не было, сейчас это часть научного механизма, в общем-то, по сути. Все. Все, что можно здесь сказать. Ну, плюс ко всему, наука до этого базировалась на верификации. О, марксизм это наука, пишется, надо. Зависит от определения. Логично и просто. Это в теории. Но на практике выясняется, что Попперовский тест не проходит не только религиозные, оккультные и всякие псевдонаучные теории, что понятно. Ну и марксизм, оказывается. Представляете? А что это значит? Что критерий плохой? Его не проходит также история, философия и даже математика. А это не есть хорошо. Кстати, согласен. Но только проблема в том, что, ну, математика не составляет теории. В математике нет теории, в принципе. Тоже. Потому что математика принципиально не касается реального мира. Сама по себе чистая математика никак не связана с реальностью. Это описательная модель. Это как, ну, я знаю, как разработка языка писательного, который пытаются связать с реальностью, а не который заведомо с ней связан. Если бы существовали идеи, числа математические, если бы между двумя предметами, там между двумя пальцами существовали числительные вот эти вот соотношения, их можно измерить, да, можно пытаться измерить, но это все, это мы придумали. Мы придумали, как мы это будем измерять. Это не между пальцами существует такая штука, которую мы открыли, припомнили, ну, как у Платона там это может звучать, в таком духе, мистический, идеалистический. Скорее всего, это не так устроено. Скорее всего, никаких чисел просто в реальном мире нет. Мы их просто придумываем и как-то с ними работаем. И для многих математиков я не считаю, что это большой секрет. Просто даже, ну... Так, эмпирическим путем там хотят доказать недееспособность марксизма. Ну, попробуйте, попробуйте. В драке, наверное. Помогите, спасите! Спасите, помогите! Ты что? Заскатал? Ну, давайте еще правильно, конечно же, понимать, что естественные науки занимаются одной проблематикой. Гуманитарные науки занимается другой проблематикой, история. Третьей проблематикой занимается математика четвертая, логика пятая и так далее, и так далее, и так далее. А практические так называемые науки, либо технические науки, у них вообще другой метод. Они не занимаются составлением теории, они вообще другими делами занимаются. Их даже науками тоже трудно назвать. Да, трудности с определениями очень большие, колоссальные. Они изначально были, и они сейчас до сих пор присутствуют. В каком-то смысле, в каком-то смысле марксизм, может быть, и можно назвать наукой. Но зачем он тогда упомянул критерий Поппера? Нет. Он хочет, чтобы критерии Поппера перестали использовать в естественных науках, например. Я просто отдыхаю. Ну ладно, история философия. Кстати, метод Поппера это тоже философия. Но математика. А ведь математические аксиомы в самом деле не требуют доказательств. Но вы можете себе представить науку без математики. Потому что мы их придумали. То есть, это мы придумали, что существуют две абсолютно прямые, которые не пересекаются. Они абсолютно прямые. Вот два моих пальца, они не абсолютно прямые, к сожалению. Как видите, они вот это. Да, два моих пальца не абсолютно прямые. Они когда-нибудь бы пересеклись, если мы продолжим их в бесконечность. Вот, тут Сунады спрашивает. Александр, что бы вы выбрали? Пожертвовать реальностью, отдав свое тело ученым, взамен получив возможность уйти в виртуальный мир и создать там свою утопию? Или все оставить как есть? У меня нет утопии, к сожалению. Поэтому, да, не получилось бы у меня. У концепции Поппера масса проблем. Хотя бы потому, что это чисто умозрительная конструкция, никак не связанная с реальной живой наукой. Я согласен с тем, что критерий Поппера имеет смысл критиковать. Я его сам критикую. Но с наукой он тесно связан. Все. С естественными науками он тесно связан. Александр тут спрашивает. Математику придумывают или открывают? Ее придумывают, уважаемые. Ее именно придумывают. В процессе, в общем-то, открытия. Потому что никаких чисел не существует. Никаких геометрических фигур тоже не существует. Чистые геометрические фигуры это то, что существует у вас вот здесь, только в голове. Вы их не можете ни потрогать, ни пощупать, ни изучить. Микроскоп не можете к ним подставить. Вы с ними ничего не можете делать. Это то, что существует сугубо в вашем воображении. И когда вы говорите, что вы открываете математический закон, это может быть, наверное, только уместно только в том смысле, что из уже имеющихся каких-то положений вы внезапно вывели какую-то, не знаю, не гипотезу, как это там, теорему. Теорему, в общем-то, доказали, вывели. Потому что на базе уже имеющихся аксимов, которые вы до этого придумали непосредственно, вот существование точки, например, где точка существует, покажите мне точку, реальную точку существующую, ее нигде нет. Вот. Вы ее придумали. Также вы придумали правила взаимодействия всего этого. Не вы конкретно, а математики до этого все это придумали. И открытия могут происходить вот так же, как в шахматах, например. Понимаете, шахматы это тоже игра, придуманная человеком. Там тоже могут происходить некоторые открытия в рамках вот этих идеалистических правил. В математике тоже самое происходит. И в логике, в принципе, происходит абсолютно то же самое. Это идеалистические системы. Они к миру привязаны довольно-таки условно. Условно через наше воображение непосредственно. Сам Маркс претендовал на научность своей работы, пишет Черно-Альфа. Так же, как и Прудон со своим анархизмом. А какой критерий у критерия? Ладно, продолжаем. Состоявшиеся теории для ученых слишком цены. Никто не будет топить целый корабль за какой-то мелкой течи. Только когда дырявый, как решит он, и так будет идти ко дну, тогда можно перебраться на новый корабль, если он подоспеет. Верующий может сказать, что математику придумал Бог, а мы ее открываем. Но здесь я уже все пытаюсь рассматривать не с точки зрения верующих, мистических, мистиков, каких-нибудь идеалистов, как Платон или Пифагор. А с точки зрения людей, которые придерживаются такого естественного воззрения. То есть, если вы ученый, вполне логично предположить, что числа в естественном мире, в естестве, они не существуют. Это потому, что это не естественные какие-то вещи. Даже не вещи. Это просто неестественные какие-то штуки, которые были исторически приняты в качестве основного такого описательного метода. То есть, математическую модель, например, сравнивать с реальной вещью, ну, можно только условно для получения некоторых практических результатов. Говорить о том, что математическая модель реально, ну, это шоу ебало бы, понимаете. Ну, как бы ни была сомнительна позиция Поппера, на такие мелочи можно закрыть глаза, если есть перспектива использовать ее против марксизма. Мол, марксизм не проходит из Поппера, и, соответственно, он не научен. Этому можно обоснованно возразить, что критерий Поппера сам не проходит критерий Поппера, и на этом завершить разговор. Но мы не будем так категоричны. Если не превращать критерий Поппера в культ, сам по себе этот метод совсем неплох. Его можно использовать, например, как удобный инструмент для совершенствования научных теорий. Но уровень, на котором принято использовать критерий Поппера, это именно теории. А в марксизме же есть все, и наука, и философия, и практика. Научные теории – это лишь часть значительно большего целого. Для описания такой сложной системы лучше бы подошло понятие парадигма, которое использовал критик Поппера философ Томас Кун. Но в любой системе основы... Ну, кстати, здесь он уже... Он лучше бы начал с середины видео. Вот. ...на логических построениях должен быть краеугольный камень, без которого система рушится. Это аксиоматика системы. Вариагон. Многие математики считают, что они ее открывают. Ну, они, получается, наследники Пифагора в этом смысле. То есть у них какая-то идеалистическая математика, которую они воображают как реально существующую где-то в мире. Ну, очень религиозно, что я могу сказать. Например, для геометрии базовая аксиома – это понятие точки, которые... Нет, такое воззрение, в принципе, возможно. Возможно. И оно было представлено в истории рядами идеалистических философов. Да, действительно, такое было. И действительно, вот это вот все открывало... Это непосредственно открывалось. Как, не знаю, Платон это все описывает. Это припоминание. Мы припоминаем то, что существует в действительности в мире идей. Вот так вот это и открывается, видимо. Понимаете? Вот через мир идей непосредственно. Из мира идей мы тянем вот эти вот математические различные вещи. Преобразование, формулы и так далее, и так далее, и так далее. Очень-очень, конечно же, материалистично и естественно-научно так вот относиться к математике. Из точки можно вывести прямую отрезок. Из отрезка можно вывести плоскость. А из плоскости вывести объем и все бесконечное множество теорем и доказательств. Но существует ли аксиоматическое ядро у марксизма? И критики, и многие сторонники марксизма, скорее всего, укажут в сторону политэкономии. Оно и понятно. Главный труд... Ну, иначе никак сложно мотивировать долгие годы работы просто над идеей. Ну, вообще, изначально математика как раз теоретическая такая вот... Такая вот та, которая у нас сейчас существует. Она и возникла у идеалистов, которые вот так вот и считали, да. А потом оказалось, что, ну, ее каким-то образом можно, оказывается, применять еще и на реальном мире. Ну, это вот прям, ну, ничего себе, господи. Мы просто этим занимались, это было весело, как бы. И это как-то с миром идей было связано. А, оказывается, еще можно и в реальном мире ее применять, представляете? Сначала для того, чтобы рассчитывать траекторию полета снаряда для катапульт. Внезапно как-то можно было применять это внезапно. Вот так вот неожиданно оказалось. Мы не думали, что так будет, но получилось, что это так. Ну, и, по сути, со всем остальным, что так или иначе связано с математикой уже в технических таких дисциплинах, когда она применяется. И, конечно же, апофеоз всего этого — это компьютерные технологии, в которых, ну, математика, по сути, вот насаживается непосредственно на технику, на вот это вот. Акса, которую часто называют библией марксизма, именно об этом. Но это ведь частный случай, из которого вовсе не обязательно следует правильный вывод. Более эффективно будет использовать дедуктивный метод и двигаться от общих утверждений к частным. А что в самом общем виде можно сказать о марксистской парадигме? А в самом общем виде марксизм — это учение. Ну, то есть, да, на самом деле, просто фактически буквально там лет тысячу, ну, ладно, не тысячу, может быть, меньше, но люди занимали, да, наверное, даже и тысячу, честно говоря. Люди занимались таким теоретическим математизированием, ну, вот просто так. Это было прикольно. Это было красиво. Это было связано с миром идей. Это открывало истинный мир, о котором, ну, судить было практически невозможно. Это никак не было связано с эмпиризмом. Вот вообще никак. И люди, которые занимались вот этой самой потрясающей прикольной математикой, они были антиэмпириками по преимуществу. Ну, то есть, они были уверены в том, что эмпирический метод всегда дает ложные какие-то данные. Ну, платоники, например, в этом преуспели, в этом утверждении. ...человеческому обществу, которое на то и человеческое, что состоит из людей. Если марксизм — это оригинальное учение, то оно должно предложить нам свое, отличное от других видений человека. Ну, если у марксизма есть парадигмы, ну, то есть, если парадигмальный мы взгляд здесь рассматриваем, то есть возможность его отменить. Отлично от иных марксистскую антропологию. И это действительно так. Марксистская антропология исходит из того, что, с одной стороны, для понимания природы человека совсем не обязательно придумывать какие-то сущности, реальность которых никак не подтверждена научно. Диалектическая логика, она подтверждена научно? Ну, может быть, я не знаю, может быть, подтверждена. По-моему, нет. По-моему, нет. И, по-моему, Гегелю, который открыл эту диалектическую логику, на факты было, ну, вот совсем плевать. Но в то же время марксизм утверждает, что невозможно судить о человеке, анализируя только физические и химические процессы в его теле, рассматривая его как очень сложного биоробота. С точки зрения марксизма, человеческое тело — это еще не человек. Какая наука подтверждает существование диалектической логики в нашем мире? Какая наука подтверждает, что непосредственно физика вся, история, экономика, вообще все дисциплины, безусловно, базируются на диалектической логике? И не могут без нее функционировать. Кто вообще сказал, что в самом мире вот эта логика является рабочим инструментом? Ну, кроме Маркса. Напоминаю, что философия — не наука. Да, наука логики Гегеля, получается. Вот наука. Вот где наука. Вот какая наука это сказала. Да, действительно верно. А только возможность быть человеком. По мнению Маркса, сущность человека не есть абстракт. Она есть совокупность всех общественных отношений. Именно социальная среда, начиная с семьи и рода... Тезисы о Фейербахе, кстати, читайте. Рекомендую. Если хотите ознакомиться так вот в общих чертах с марксизмом, один из тех текстов, которые стоит прочитать. И заканчивая человеческой цивилизацией в целом, из биологической потенции... Ввиду того, что он короткий. Он практически в фарингах написан, да. Таким образом, природа человека — это не что-то неизменное, не константа заданной биологии, а изменчивая структура, которая в значительной степени зависит от того, в каком обществе живет человек, от окружающей его социальной среды. Но из этого утверждения следует замечательный вывод. Социальная среда, которая формирует человека, в свою очередь сама формируется людьми и может меняться. Возникает обратная связь, в которой человек, меняя среду, меняется сам. Итак, мы приходим к фундаментальной идее марксизма. Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человечными. Ну, тут опять же с гильотиной Юма громадные проблемы наблюдаются. Потому что мы, если выводим, ну, из есть непосредственно, выводим некое должен. Ну, допустим, мы не верим в Юма. Плевать на Юма, да. Все равно очень странно выводить какие-то этические предпосылки. Мы должны сделать общество этичным, вот эти обстоятельства этичными, даже человеческими, даже сделать их, человеческими. А почему мы должны? Кто на нас наложил долженствование в данном случае? Почему наука работает с долженствованием? Почему она не изучает то, как что-то устроено? Почему она, наоборот, пытается вот это вот все изменить? То есть в чистом виде наука, это то, что познает. Ну, естественные науки преимущественно занимаются познанием. А уже какие-то технические дисциплины, прикладные дисциплины занимаются применением научных тех или иных открытий на практике. То есть есть такая тоже, такая небольшая, небольшая, тоже на самом деле очень громадная бездна между теоретиками и практиками. На самом деле я бы практиков даже учеными не называл. Вот просто вот их можно убрать. Они просто тоже занимаются своей специфической вещью по своим специфическим методам. Вообще с определениями науки все обстоит крайне трудно. Поэтому, ну, наверное, даже марксисты могут хоть как-то это за хвост притянуть. Втянуть марксизм в эту самую науку. Через социологию попробовать. Вот как здесь это было. Вот мы и получили первый набор базовых понятий, на которых стоит все здание марксизма. Человек создается социальной средой. Человек может менять эту среду. И меняя среду, человек также меняется сам. Но это не базовое положение марксизма. Ну, то есть, есть еще более базовое положение марксизма. Почему мы не разбираем диалектическую логику? Но вне этой среды, несмотря на данные от природы большой мозг, на развитую кисть, на голосовой аппарат, на способность к прямохождению, несмотря на все эти классные прибамбасы, он так и останется ловким и смешленным зверьком. Получается, чтобы опровергнуть марксизм на уровне аксиом, достаточно всего лишь опровергнуть данный тезис. Следовательно, марксизм фальсифицирует. Метовидческая горилла. То есть, врачи, инженеры, не ученые, я думаю, определенно да. Потому что врачи, инженеры, они занимаются преимущественно практикой. Им важно не то, как реально все устроено. Им важно то, чтобы то, что они делают, работало. Все. Вот все, что их интересует. Например, Рыбников. Вот он, человек инженерного образования, техническое образование у человека. Он наслышан о некоторых научных теориях. Наслышан. Очень поверхностно, видимо, наслышан, но наслышан. При этом у него, видимо, есть какие-то свои технические достижения. Инженерные. Поскольку доктор технических наук, он что-то все-таки, наверное, сделал для этого. Чтобы получить эту степень. Вот. Вот вам пример инженера. Который не является ученым. И ничего не смыслит в реальных науках, которые занимаются познанием, с одной стороны. А с другой стороны, он занимается техническими вещами, которые подразумевают вообще совершенно другой метод. Совершенно другой подход к исследованию. Метод проб и ошибок это отчасти. Конечно, немножко сложнее. С привязкой к наукам это все делается. Надо отсылки постоянно вот эти вот делать. В науке вообще очень много ссылок различных. То есть, но это все равно не значит, что этот человек занимается научными исследованиями. Что-то узнает в процессе этих исследований. А вот изобретает, да. Ну, врачи сами непосредственно тоже не ученые, в принципе. Ну, то есть, а врач это персонал. Это как называть. А что? Учитель в школе это тоже не ученый? Нет, это тоже не ученый. И врач тоже не ученый. А вот медицинские вот эти вот ученые. Ну, те ребята, которые занимаются прикладной медициной, пытаются лекарства различные делать. Они тоже не ученые. А потому что, да, у них есть тоже практически определенные критерии. Потому что у них практика стоит перед истиной. У теоретиков, непосредственно ученых, истина стоит перед практикой. Очень по-разному расставлены акценты, цели. И в соответствии с этим применяются разные методы. Поэтому что-то я называю наукой, а что-то, ну, не называю наукой. Ну, в принципе, это все называется сейчас наукой. Получается такая вот тупая громадная мешанина. И это плохо. Потому что мы не различаем то, чем занимаются разные люди. Для нас все вот эти вот ученые, ученые, они доказали, они все этим занимаются на одинаковой степени. Еще и гуманитарные тоже ученые. Еще и социологические науки тоже ученые. Все ученые теперь у нас. Не знаю. Потом Бояршинов снимает видео, где делят людей на физиков и лириков. И к лирикам относит Гитлера внезапно. Который, ну, вообще к наукам не имел никакого отношения. Он просто картины рисовал. Вот-вот к чему приводит в итоге вот такое вот плохое разделение. И даже в соответствии с такими суровыми требованиями, как критерий Поппера, он абсолютно научен. Но возможно ли сделать следующий шаг? Опытным путем опровергнуть или подтвердить базовые принципы марксизма. Да, существует. Надо всего лишь подтвердить, что киплинговский маугли вырос в стае волков. Мог таки стать вот таким классным пацаном. Ладно, шуе, вернулась. И тогда весь наш марксизм идет лесом, а мы можем ставить на этом жирную точку и закрывать канал. Но дело в том, что киплинговский маугли в реальности не существует. Реальные примеры так называемых детей маугли показывают совершенно иную картину. Ребенок, выросший без общения с другими людьми, не только не может сформироваться в полноценного человека. Он так и не приобретает важнейшие для человека способности, например, такие как речь. Но есть примеры, когда человек оказывается в еще более жестокой изоляции от человеческого общества, чем даже дети маугли. Сенсорная изоляция. Потеря одновременно зрения и слуха в раннем возрасте приводит к страшным последствиям. Мы не можем даже представить себе тот мир, в котором растут такие дети. Мир, в котором постоянно царствует абсолютная тьма и полное безмолвие. Тактильных ощущений единственного канала связи с внешним миром явно не хватало, чтобы пробудить зачатки разума. Это ставило в тупик самых лучших исследователей по всему миру. Но в 70-х годах прошлого века в Загорском детском интернате для слеполухих детей начался масштабный эксперимент. Концептуальной основой метода, примененного в Загорске, стал марксизм. И не потому, что в те годы марксизм пихали всюду с поводом и без повода. Да, маугли не существует. Вот так вот. Нет, это не тот случай. И это были не те люди. Марксизм для них был тем же, чем является компас и карта для мореплавателя, чтобы безошибочно двигаться в нужном направлении. Ранее мы уже упоминали марксистский постулат. Человека человеком делает социальная среда, а не только биология. Если бы эту алхимию превращения животного в человека удалось перевести на язык науки, возможно... А откуда появились первые люди, которые начали постулировать что-то новое? Ну, то есть, вот давайте представим. Вот кто-то придумал идею социума. Объединяться в группы. Ну, может быть, это было как-то реально придумано. Ну, где начало? Где начало вот этого? В биологии, может быть? Или, может быть, не в биологии? Может быть, эта идея людям такая пришла. Объединиться в группы. Как это доказать? Как это опровергнуть? Никак. Поэтому марксизм не проходит опять по критерию Поппера. Ну, ребят, ладно. Удалось бы понять, как пробить злополучный сенсорный барьер. На этот вопрос еще полтора века назад... Не, ну если мы берем просто очень широкое определение науки, ну вот прям очень широкое, и философию называем наукой, то марксизм, он тоже наука. Да, но вместе с этим там наука это учение Сведенборга какого-нибудь, буддизм, буддийская философия тоже наука, сразу автоматически там становится, не знаю, учение магистра Эккарта, мастера, вот тоже мистическое, тоже наука оказывается, ребят. Ну, сразу вот, потому что философия, что же наука получается? Ну, вот. Вот вам и наука. Все. Смиритесь с тем, что наука теперь это все. Вот, если мы берем вот такое широкое определение. Если мы хотим утвердить, ну там, не знаю, может ли марксизм претендовать на звание социальной науки? Наверное, нет. Потому что он не может занять всю эту самую науку. Это часть науки. Марксизм предлагает методы для, с одной стороны, социальных каких-то дисциплин, с другой стороны, для каких-то экономических дисциплин. Все-таки предлагал, по крайней мере, предлагал. Сейчас, может быть, с марксизма мало кто считается, но предлагал в определенное время. С историей то же самое. Определенный исторический подход в марксизме был изложен. Ну, то есть, отчасти что-то вот здесь такое-то вот есть. Варягов. Можно взять повторяемость экспериментов как критерий науки. Но проблема в том, что сами ученые не очень часто повторяют эксперименты. Во-первых, большую часть экспериментов очень дорого и очень тяжело повторить. Это во-первых. Во-вторых, обычно вполне достаточно, что в статье написал какой-то авторитетный ученый, что вот это вот так обстоит, я вот это вот проверил. Многие не будут дальше это проверять и воспроизводить. Ну, то есть, если это потенциально можно воспроизвести, ну, хорошо, мы поверим этому профессору. Если нет никаких-то вот там вот вырвиглазных данных, которые вот прям шокируют, тогда проверять вряд ли будут. Но, с другой стороны, да. Ну, это все тоже применяется в естественных науках, понимаете. Куда хотят марксизм сейчас запихнуть, я не понимаю, почему его сравнивают с критерием Поппера, который применяется преимущественно в естественных науках. Я тоже не понимаю. Он бы мог просто начать с другого тейка. Да, марксизм — это наука, но наука социальная, общественная. Все. Все. Никакой критерий Поппера больше его не трогает. Иотнос пишет. Чаще всего этот профессор окажется прав. Ух ты. Не факт. Вот вообще не факт. Вы не представляете, когда учили статьи пишутся. И под каким, в общем-то, давлением их заставляют писать. Порой даже для того, чтобы написать статью, там, по пять статей в год, ваковских, довольно-таки трудно что-то вот, в общем-то, изучить непосредственно, хорошо и досконально. И провести хороший опыт тоже довольно-таки трудно. Чтобы в год выдавать пять статей, монографии и все, что требует от вас университет, вообще-то, в принципе. То есть профессор может вообще херну полную спороть. Ну, то есть даже не проверяет эмпирически, вполне. Да нет, относ, нет, нет, не то чтобы совсем бояться. Если данные не вырви глазные, их никто просто проверять не будет. Да, и можно попытаться запихнуть марксизм, ну, типа в социальные науки, говорить, а в социальные науки-то тоже науки, как бы, и все. Ну, норм. Ну, то есть вполне можно было бы с этого начать. Это было бы сильнее. Притом чувак сейчас вот этот вот на видео, он как раз и опирается на социологические различные, в общем-то, тезисы. Он поставил в фундамент марксизма тезис такой социологический. Все. Ну, какая-то наука социальная получается. Ну, тогда вопрос с критерием Поппера просто тупо снят. Потому что, да, ну, там не используется критерий Поппера, насколько я знаю. Соответственно, Фридрих Энгельс предложил... Хотя могу ошибаться. ...давую теорию происхождения человека. По мнению Энгельса, труд это первое и основное условие всей человеческой жизни. И при том в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать. Труд создал самого человека. Ну, просто он даже здесь философии не касается, как бы. Труд это ключевое понятие для марксизма. Но под этим словом понимается не просто махание серпом или молотом, а специфическая форма общественных отношений. Как писал Энгельс, развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплощению членов общества. Эй-эй-эй, уважаемые. Во-первых, ЛГБТ-стадис на Западе тому подтверждение, там можно нести все, что угодно. Нет, не все, что угодно. И вы сами понимаете, что некоторые вещи там нести все же нельзя. Там есть определенные границы. Так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности. И стало яснее сознание пользы этой совместной деятельности для каждого отдельного члена. Уважаемые, еще вы помните, что ради места профессора можно просто организовать целую дисциплину, просто из воздуха взявшуюся. Так нередко делают. Но просто есть множество фейковых дисциплин, которые в принципе не нужны, не приносят никакой пользы, у них нет никакого КПД, но с помощью этой дисциплины защищаются работы по определенным, в общем-то, специальностям. Даже в естественном цикле. Даже в естественном. Ну, в социологии там почти все науки такого рода. Блин, простите за такую вот грубость, наверное. Ну, там, конечно, в социологических, гуманитарных таких вот прецедентов значительно больше. Ну, потому что практическое применение гуманитарных наук вообще никак. Коротко говоря, формировали... Да, одобряем ЛГБТ-стадис, вообще-то, да, на канале. ...прававшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать друг другу. Таким образом, человека создан не просто труд. Да, вот о чем я, кстати, и говорил. То, что математика, по большей части, в принципе, не привязана к реальности. Она уже далеко ушла за пределы реальности и делает вообще все, что хочет. Математика вообще никак не связана реальным миром. Но физики пытаются провести связывание вот этого. Им это нужно. Вот. Всем здравствуйте, приветствую, Буллер. ЛГБТ-стадис не наука, искусство не наука, философия не наука, марксизм тем более. О чем мы спорим? Об определении науки. У науки нет определения. В общем, проблема еще одна. Самая большая проблема науки заключается в том, что ее никто так вот основательно, подробно не определил до сих пор. У нас куча определений науки, и поэтому вот все, что угодно, называется науками сегодня. Все, что хотите. А совместный труд. Благодаря совместной деятельности руки, органов речи и мозга не только у каждого в отдельности, но также и в обществе люди приобрели способность выполнять все более сложные операции, ставить себе все более высокие цели и достигать их. Когда в конце 80-х началась эпоха гонения на марксизм, досталась и трудовой теория Энгельса. Ведь труд из обезьяны сделал человека, а из человека коммуниста. Нет, это, конечно, весело. Но прошли годы, рождались и умирали разные гипотезы о происхождении человека, а концепция Энгельса все еще актуальна. Трудовая концепция, сколько ее там не пинали и не издевались в последние годы, ну, лет уж 20, там, с конца 20-го века, но тем не менее, как бы, трудовая концепция, она остается трудовой концепцией. Труд он все же таки создал человека. Как это не звучит архаично, там, с 19-го века, ну, так оно и есть, по большому счету. И если нету надобности как-то усложнять какую-то деятельность такую вот моторную, то и мозг будет развиваться односторонне. Дельфины достаточно интеллектуальные, то есть они очень сложно между собой общаются, у них там какие-то свои голоса и так далее, но все-таки у них нету стимула, они пытаются рыбой. Научно сравнивать людей с дельфинами. Все, все круто. Дробышевский, да, если не ошибаюсь, это был молодой Дробышевский, не заросший Дробышевский. Инициатор Загорского эксперимента, среди которых были не только... Антрополог, а не дельфинолог, напоминаю вам, кстати. ...копедагоги и воспитатели, но и выдающийся философ-марксист Эвальдельенков. Из воспоминаний мы узнаем, что дети запомнили его как волшебника, пришедшего сквозь безмолвие тьму, чтобы учить их превращать действие в жест. Жест в знак, знак в слово. Ну, я против того, чтобы все... Я тоже против. Но я понимаю, почему так происходит. Научное звучит громче и круче, пользуется тем, что якобы наука себя когда-то хорошо зарекомендовала. Ну, и до сих пор рекомендует. В этом смысле, да, наука это самый популярный сейчас, самый мощный философский... Ну, я трактую его как философский проект за всю историю человечества. Мощнее пока что нигде не было. Может быть, когда-нибудь будет, но марксизм таким не стал. Ну, марксизм как бы и мимикрирует под науку непосредственно тоже. И многие философские течения пытались мимикрировать. Была такая определенная мода, у Фихты была, у Гуссерля была, и у Маркса тоже вот была. Если очень кратко описать технологию эксперимента, то в самом начале ставилась задача пробить сенсорный барьер за счет самых примитивных потребностей. Например, ребенку давали ей через соску, а потом медленно оттягивали ее от губ, чтобы вызвать целенаправленное движение. Так формировались зачатки еще животной психики. Самый сложный этап заключался в том, чтобы от животной стадии перейти к собственной человеческой. Именно здесь особенно пригодилось марксистское понимание материальной культуры, о котором мы уже упоминаем. То есть до марксизма детей не могли воспитывать, как я понял, есть. Ну, понятно. Материальная культура по Марксу это овеществленный труд. В продуктах труда, как в голограмме, скрыта природа человека. В них незримо присутствует разум и человеческие чувства. Человеческий разум присутствует даже в обычной столовой ложке. Лично Сталин соску отбирал и ел. Да, заобидно, что только науку люди видят, но это печально. Но не важно. Не важно. Смотрю пока. Как писал сам Ильянков, человеческая психика начинается с умения обращаться по-человечески. Ильянков очень специфический марксист, честно, давайте так скажем. У него очень интересные теории, взгляды на проблемы воображения, например. То, что он материалист, я даже, например, не знаю, я с трудом его материалистом воображаю, ввиду того, что я читал его теорию воображения. По сути, у него воображение непосредственно очень активно воздействует на восприятие. Тут реализмом даже не очень-то сильно пахнет ввиду этого. Предметами быта. Сумение жить по-человечески в мире созданных человеком для человека вещей. Итак, шаг за шагом, фактически повторяя естественный ход эволюции, стал возможен реальный контакт. Общение через слово. Результат превзошел. Самые смелые ожидания. Александр Васильевич Суворов. Действительный член Международной Академии Информатизации при Организации Объединенных Наций. Доктор психологических наук. Профессор. В 1971 году Суворов и еще трое воспитанников Загорского детского дома для слепоглухонемых детей стали студентами МБУ имени Ломоносова. Эксперимент, целью которого было доказать, что слепоглухонемые дети, если им помочь, способны к полной социальной адаптации, завершился успешно. Значение Загорского эксперимента в полной мере не оценено до сих пор. А ведь для наука-человеки это прорыв, подобный первым полетам в космос. Как-то во время одной пресс-конференции был задан вопрос. Ну это хорошо действительно, что вот так вот сделали, но как это привязать к марксизму, я пока не понял, честно говоря. Они ничего не видят и не слышат, а понимают все лучше нас. Как такое возможно, если разум получает все представления только от органов чувств? На самом деле он получает непосредственно все представления от Карла Маркса, наверное. На этот вопрос ответил молодой Александр Суворов. А кто вам сказал, что мы ничего не видим и не слышим? Мы видим и слышим глазами и ушами всех наших друзей, всех людей, всего рода человеческого. Если вы хотите понять, что есть... То есть пафосные фразы какого-то ученого мы можем рассматривать в качестве научного доказательства марксизма. На самом деле марксизм? Подумайте об этом. Ну, основная проблема заключается в том, что марксизм не исчерпывается общественными... Да, ушами Маркса слышу. Что марксизм не исчерпывается общественной тематикой. Она там важна, безусловно, она очень важна, но марксизм ей не исчерпывается. Это и физика, физика, безусловно. Это и диалектика прежде всего. А диалектика включает в себя и логический элемент, с одной стороны. И с другой стороны, ну, около метафизический. Конечно, Маркс критиковал метафизику, метафизика это о всем неподвижном, а диалектика, наоборот, о подвижном. Ну, это тоже вот та же сфера, в которой, в общем-то, обитает метафизика. Вот эта самая диалектика, она где-то там же обитает. На тех же, в общем-то, планетах, так скажем. В этих словах. В них понимание марксизма больше, чем даст формальное чтение сотни тысяч томов. Противники марксизма утверждают, что природа человека – это константа, заданная биологией. Не все. Капитализм – это наиболее подходящая социальная среда для таких агрессивных, эгоистичных существ, как люди. Но объективные факты показывают. Если менять окружающую нас социальную среду, то да, пусть не сразу, пусть большую среду. Ну, то есть, капитализм сейчас, он более научным считается в экономике, например, ну, экономисты изучают капиталистическую систему, как она работает и как в ней работать. Ну, то есть, что более научно – капиталистическая теория или марксистская в экономике? Капиталистическая сейчас будет правильным ответом, потому что ученые, по преимуществу научное сообщество, склоняются к этому. Все. Именно поэтому это будет более научно. Вообще, самый главный критерий научности – это никакой не попер, это вообще не что там иное, это мнение научного сообщества. Вот-вот, все, это самый главный критерий. Потому что только с помощью мнения научного сообщества можно обойти и проверяемость, и критерии попера, и все любые абсолютно критерии. Если научное сообщество на это согласно, оно подтверждает вот это вот, да, все, можно обойти. ...меняться тоже. Теперь мы знаем, что марксизм в своем основании – это логично, эмпирически обоснованная научная конструкция. Так, Александр, а как вы думаете, чем обусловлен столь нарастающий сейчас сайентизм среди молодого поколения? Ответ очень простой – вы в школе изучаете науки. Все. У нас впервые за всю историю человечества, вот в 20 веке, 21 непосредственно, мы встречаемся с таким явлением, как общее образование школьное, но еще высшее сверху. Правда, в разных странах оно по-разному распределяется, но вот в России, как я понимаю, процентов 50 людей просто получают высшее образование. Оно тоже научное, оно еще более научное, чем школьное. Но в любом случае и школьное образование, и высшее образование, они тесно связаны с научным дискурсом, они сайентичны. То есть вообще с самого раннего детства людям пропагандируется наука. С 7 лет, это максимум уже, ну с 7 лет, когда в школу человек идет, вот уже приблизительно начинается вот этот процесс постепенно. В пятом классе так уже все, начинаются реальные науки. Человек не просто учится читать, писать, а он уже занимается физикой какой-нибудь. Читает, что уже химия потом вводит, какие-то другие науки. Ну то есть постепенно это все нарастает, и человек практически не взаимодействует с философскими учениями, с религиями, с марксизмом, с тем же тоже не взаимодействует. Человек после школы, по сути, знает значительно больше о науке, чем какой-то представитель той или иной религии, о своей религии. Ну какой-то типичный представитель православия, не очень много о православии обычно знает, а школьник о науке знает значительно больше. Ну то так и получается. Такой уникальный исторический прецедент. Кстати, я не был на факультетах изящных искусств, к сожалению. Мы знаем, с чего лучше начинать изучение марксизма, с того же самого, с чего начинал сам Маркс. И в самом деле, все ранние работы Маркса посвящены именно проблематике человека. Проблематике отчуждения человека от продуктов собственного труда, от других людей и от самого себя. Труд, который сотворил человека, должен полностью раскрывать его творческий потенциал, и труд должен доставлять радость. Но Маркс видел, что в окружающей реальности человек в своем труде не утверждает себя, а отрицает. Чувствует себя не счастливым, а несчастным. Не развертывает свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает свой дух. Чтобы разрешить это противоречие... Дух это очень научный, конечно, концепт. Метафизическая горилла. Плюс можно утверждаться, что ты весь такой рациональный, к тому же наука сама по себе это полезная вещь. Ну, вроде того, да. В речи необходимо было расширять исследования, в том числе на область полиэтиленов. Я согласен, что наука уже давно превратилась в новую религию. У нее есть куча адептов, есть своя иерархия внутри. Я это уже очень много раскрываю, в принципе, в разных статьях, в разных материалах и видео. Можете ознакомиться. Ну, да, да. Согласен с данным тезисом. Ну вот, вот. Буллер имеет личный опыт обучения в данной институции. Это... Я в Питере знаю, есть такая штука. В СПБГУ, по-моему, есть такой факультет. ...экономия, поскольку именно экономика – это сфера, в которой создаются обстоятельства, определяющие реальную жизнь людей. Именно из этого и родился манифест и капитал, и все то здание идей, которое принято называть слово «марксизм». Мы лишь вошли в вестибюль этого гигантского здания, но старались подойти к делу осознанно, с опорой на логику и факты. С таким багажом, несмотря на все сложности, можно уверенно двигаться вперед. Кстати, проблем в марксистской концепции тоже достаточно, и саму концепцию никак не засчитать идеально завершенной. Ну, отчуждение – это тоже не научный термин, по сути. Ну, опять же, каким наукам мы сейчас, на какие науки опираемся, ну, вот. Странно. Но это лишь потому, что все научные концепции таковы, в том числе и марксизм. Стоп. Сейчас, давайте я переслушаю. Я, по-моему, прослушал главную. Но концепцию никак не засчитать идеально завершенной. Но это лишь потому, что все научные концепции таковы, в том числе... Да нет, ну, просто проблема в том, что у тех научных концепций, которые реально называются научными, ну, то есть science, слово science, да, они подразумевают определенные, в общем-то, методы открытия тех или иных позиций. Они могут быть неистинные, они могут быть даже фундаментально ложными. Но методы логические, они просто едины. Основные такие внутренние философские методы, лежащие внутри этих концепций, они одинаковые. Вообще, сам алгоритм построения рассуждения в данных науках, он тоже одинаковый. Там, в общем-то, ставится, например, гипотеза. Сначала проводится наблюдение, потом ставится гипотеза, потом эту гипотезу пытаются различными образами опровергнуть через фальсифицируемость. Потом, ну, все, можно уже пытаться ее подтвердить, воспроизвести эти самые опыты и так далее, и так далее, и так далее. Потом пытаться ее еще дальше, и дальше, и дальше опровергнуть. И чем больше мы пытаемся опровергать, тем мы больше уверены в этой самой теории. Когда Маркс пытался сделать то же самое, когда Ленин пытался сделать то же самое, когда Сталин пытался сделать то же самое, почему сталинисты, марксисты и прочие замечательные, потрясающие люди преимущественно занимаются критикой буржуазной философии, причем очень такой дурацкой критикой. Мы возьмем любой советский учебник, любую советскую статью, посвященную текстам западных наших коллег по философии, и там просто будет, ну это буржуазная философия, понятно, что это там все плохо, неправильно, это противоречит учению Маркса, это обязательно прописывается, потому что если вы не будете это прописывать, изучая учения Запада в Советском Союзе, ну вас натянут, в общем-то, на большой красный советский флаг. Почему наука внезапно работает так? Интересно. При этом я подразумеваю, что марксизм мог бы оказаться верным, ну в некотором количестве таких-то своих утверждений, некоторых, может быть, он и верен. Ну, то есть я этому этого не отрицаю. Какая тема вашей кандидатской? Стихийность и спонтанность как свойство воображения. Да, давайте. К этому моменту ролик должен был уже закончиться, но изменившиеся обстоятельства требуют добавить еще несколько слов. Как известно, одним из важных отличий между правыми и левыми является то, что для правых важный приоритет – это конкурентная борьба, а для левых – сотрудничество и взаимопомощь. Но одно дело говорить о сотрудничестве, а другое дело воплощать этот принцип на практике. К счастью, в нашем случае появляется шанс показать, как принцип сотрудничества работает не только на словах, но и на деле. Данный ролик, как и предыдущие материалы от RedInform, это авторский продукт. В условиях нынешней жесткой конкуренции продвигать не самую хайповую тему, да еще и в одиночку, очень непросто. И в принципе, поднять такой сложный проект без экспертной поддержки – тоже большая проблема. Дайте денег, короче, да? Вот это вот счастье называется просто «дайте денег». Тут бы помощь единомышленников, мягко говоря, не помешала. Поэтому неудивительно, что я с благодарностью принял такую помощь. А именно принял предложение разместить данный ролик на платформе известного марксистского ресурса «Рабкор». Более того, с этого ролика мы начинаем долгосрочный совместный проект, который было решено назвать «Просто марксизм». В этом проекте сотрудничество будет заключаться не только в продвижении, но и в совместном производстве контента. Надеюсь, что от этого сотрудничества выиграют все. И в первую очередь вы, наши зрители. Первоисточники и все материалы по проекту смотрите на сайте redinform.com. Ваше мнение пишите в комментариях под роликом. И, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и передавайте ссылку на этот ролик всем, кому возможно. И не забывайте, в одиночку мы никто, и с нами можно творить все, что угодно. А вместе мы сила. Давайте докажем это. Так, и что, реально черный экран будет столько? Очередь из видео там сейчас впереди, сейчас посмотрю еще два, еще два, если не ошибаюсь. Так, 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 давайте посмотрим, что лучшее популярное видео по марксизму, что я видел. На самом деле не лучшее, но у Рудова даже получше видео. Он там хотя бы в историю копает неплохо, местами очень даже неплохо. Очень интересно, посмотрел с удовольствием, великолепное видео, отличный ролик, превосходное видео, браво, отличный текст, отличный видеоряд. Какая глубокая работа, очень неожиданно, спасибо. Ну, блин, на самом деле можно было бы проще. Я бы сократил, например, вообще первую часть видео, вообще всю первую половину до попера. Убрал бы попер и просто бы начал с того, что марксизм это социологическая наука, например. Все, все, мы доказали, что марксизм наука, но она социологическая, с такой оговоркой. И там уже придется спорить, являются ли социологические науки, являются ли они науками. А там уже можно задавить человека в философском споре довольно-таки просто.